Меня зовут Дзюрбий Каян Эдвардович. Родился 13.01.1996 в агрогородке Лесной, Минской области, Минский район, Республика Беларусь. Сначала у нас в Беларуси 9 августа 2020 года были выборы. Я участвовал в протестах, так как был не согласен с итогами. Позже я был вынужден уехать в Украину. Я проживал в Киеве с ноября 2020 года. Но когда 24 февраля первые ракеты начали падать на Киев, первые обстрелы начались, тогда я решил, что я пойду в армию. В какую армию? Украинскую. Я приехал на расположение Белорусской роты, тогда еще безымянной. Она только-только формировалась 2 марта. Я располагался в Киеве, давно. Куда вы сошли? Изначально на школе номер 40 я проходил подготовку по тактике малых групп, физическая подготовка, также топография. Подготовку проводили белорусы, которые до этого участвовали еще в боях на Донбассе. У вас был инструктор, бывший пыль, батареоназм? Ну, был такой. Понятно. Как к тебе отношение к полтонцову? А по реферам не трали, да? Да. У тебя родственники, бабушки, дедушки переключили, что на войну воевали? Прадеды воевали. Прадедчики воевали? Да. Один под Смоляском, второй служил в армии краевой. Ну, как относишься к фашистской Германии, которая напала в Советских Союз? Плохо. Ты воевал бы причем с плечу с нацистами, которые пропагандируют идеологию нацистской Германии, которые убили твоего парадедышку. Так? Ну, да, это плохо. Ты? Да, я еще с подготовки фото. А рядом кто? Геральд, Кусь и Мавроди. Это тоже белорусы, все они из Европы приехали. В Мавроди из Чехии. Остальные из Точи. То есть, что написано по переведению? Пожалуйста. Денежный перевод. Счет имен в долларах, в евро. На имя Павел Кухта. Кого Павел? Павел Кухта. Кто это? Это слышал, что он в Варшаве, что это волонтеры. Большинство у нас в полку приехали из Польши, Чехии и частично Литвы. Конкретно, в цифрах приблизительно сколько? Приблизительно в цифрах, но я думаю, не меньше 150 человек из Польши. Ну, в смысле, да, белорусы, которые там жили и приехали. Из Чехии около 20 человек и, возможно, около 10 из Битвы. Почему? Потому что интересно именно таким, как ты, которым вы ехали из Белоруссии, ты говоришь за политические притеснения, то есть вы участвовали в протестах, были неоднократно задержаны, вы ехали из страны. Почему таким людям, как ты, иностранное государство проявляет повышенный интерес и очень много им помогает? Для того, чтобы объединить их. С какой целью? Ну и потому, чтобы мы вернулись в Беларусь. С какой целью вернулись в Беларусь? Чтобы с целью смены власти там. То есть путем государства первого рота, правильно? Можно и так сказать. То есть, получается, иностранное государство проявляет интерес к людям, выехавшим из Беларуси за политическое преследование, с целью их объединения, подготовки, с дальнейшим их убытием в Беларусь с целью свержения власти Лукашенко. Правильно вы понимаете? Ну, получается так. Как ты относишься к тому, что иностранные государства таким образом вмешиваются во внутренние дела Беларуси? С учетом того, что там антинародный режим, то это нехорошо и неплохо, это факт. То есть ты не считаешь, что это плохо? Вмешательство иностранных государств в дела Беларуси считаешь нормальным? Ну, само по себе, сам факт вмешательства, это плохо. Ну, несмотря на это, ты в этом участвуешь? Да. Ты же за независимость страны поросит? Да, да. Получается, вы попадаете в зависимость уже в другие страны? За независимость от России, в первую очередь. То есть тебе не важна независимость страны, тебе важна просто независимость именно только от России? Не только. Конечно, на первых порах будет определенная зависимость. От кого? От западных государств. А потом почему она не проходит? Нет, ну, потом, потом, когда Беларусь открепнет, то можно будет уже и более самостоятельно вести дела. То есть ты допускаешь на первое время после силового государства первого рота и свержения власти Беларуси частичную потери независимости Беларуси в пользу иностранных и западных государств? Ну, не то, что независимости. Что? Частичную потери независимости. Да? Ты это допускаешь? Ну, как такое, вынужденное. Давайте продолжим. Два месяца мы отзанимались, в школе находились, мы все-таки остановились на том, что у вас было приблизительно около 90 человек. Ну, мы расширили все это время. Ну, то какое? Примерно 90, это когда объявили уже, что батальон, это было в марте еще. На данный момент около 250 человек. Это все Беларуцы? Да. Ну, и основной тем, где мы все-таки, это, как вы сказали, это идейные или все-таки? Именно идейные. И все знают, что все за территорию целостности Украины? Все поддерживают эту идею, что не будет свободной Конруси, без свободной Украины. То есть ты за свободную делальность? Да. Почему ты не предоставляешь право такой же свободы для республики НРНР? Я считаю, что это искусственные республики. Почему? Поскольку были созданы в 2014 году непосредственно после Майдана. А в чем искусственность? То есть наоборот, часть территории не приняла госперевород. Мы с тобой говорили про Беларусь. Ты почему-то там такое допустил. Здесь люди не поддержали госпереворот. И решили, что это преступный заклад власти. Решили остаться, быть верным к нашим своими векторами развития. Решили одиниться. Для этого следовало бы провести референдум и проводиться к другим властям. Референдум мы проведем. Еще раз. Ты отказываешь, что в правильном самопределении? Да. То есть они не такие свободные, как Беларусь-то? Нет. Ладно, два месяца готовились. Два месяца готовились. Дальше, куда поехали? Дальше я оставался в Киеве до июня. В июне был первый выезд в Лисичанск. В мае, когда наш батальон имени Косуфья Калиновского был в полк имени Косуфья Калиновского, я вошел в состав батальона «Волот». И в составе этого батальона поехал в Лисичанск. Кипровку получали благодаря балансерам. Балансеры мы из Европы и США. Это иностранные специалисты, выничтожая того украинца, которые в служебном мгновенном принимали участие подготовки? Да, один был из Великобритании, бывший королевский бархиев. Он также проводил тактику малых групп, позже я узнал, что он погиб с севера Донецка. А где вы сталкивались подозрениями из Грузии? Из Грузии вот непосредственно 26-го июня. Когда приехал на задание, грузины должны были в случае необходимости обеспечивать нашу эвакуацию. Мы 25-го июня, с самого утра, была собрана группа 10 человек. Это собрал в Брест, командир батальона «Волот». Мы с самого утра 25-го выехали, прибыли под вечер на Лисичанске МПЗ. Там командир ушел на совещание, нам сказал пока что отдыхать и ждать дальнейшего показания. Примерно через пару часов он пришел к нам, сказал бы собираться. командир немного нам сказал, что готовится, что южнее сейчас готовится танковый прорыв русских и мы должны организовать там засаду. Мы приехали на точку сбора, там находилась группа грузинов, которые в случае чего должны были помочь нас эвакуировать. Дождались рассвета и уже пешком выдвинулись на позиции. Мы расположились в поле на возвышенности, снизу шла такая ложбинка, командир взял несколько человек с собой на доразведку, спустился в ложбинку, мы остались наверху, прикрывали его. И там слышу, что он перекрикивает, пытаются узнать, что за подразделение на него вышло. Ответа внятного не последовало, началась стрельба. Мы прикрыли его, пока он отходил к нам. Он скомандовал нам отход и как раз буквально через пару минут приехали танки и накрыли нас. Тогда командир был тяжело ранен, он не выжил. Примерно 10 человек, группа грузинов должна была в случае чего нас забрать, но когда они выдвинулись на помощь, их тоже прижали. Продолжение следует...